МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А в чем причина? Неужели не успеваем? Не то, что не успеваем. Программа работает, подготовительный этап находится уже фактически в стадии завершения. Единственное, что дается право собственникам, и перенесли не только на 1 сентября платеж на минимальный взнос капитального ремонта, но и на 31 мая дали возможность нашим жителям определиться способом формирования фонда капитального ремонта, что немалозначительно, потому что на сегодняшний день люди до сих пор остаются вне ведения, что им предстоит делать. Большая часть населения, я не говорю за всех, но большая часть населения до сих пор не настолько проинформирована, сказывается слабая подготовительная работа на муниципальных образованиях. Управляющие компании тоже не так активно принимают в этом участие, что они разъясняют жителям, что это такое, как будет проводиться капитальный ремонт. Михаил Алексеевич, мы для этого и собрались в этой студии, чтобы вы рассказали людям, проинформировали их в полной мере о том, что их ждет и какие действия нужно совершить в определенные сроки. Для начала, вы сказали, в период до 31 мая нужно определиться с чем? С выбором счета? Нужно определиться прежде всего со способом формирования фонда. То есть закон подразумевает, жилищный кодекс подразумевает три вида формы накопления фонда капитального ремонта. Это специальный счет многоквартирного дома при управляющей организации, независимо от юридической формы собственности, управляющей компанией. Специальный счет, доверенный ведению региональному оператору, либо счет регионального оператора, так называемый общий котел. О преимуществах и недостатках я сейчас могу рассказать вкратце. Потому что специальный счет многоквартирного дома при управляющей компании, управляющей компанией, это может быть и муниципальное унитарное предприятие, и ЖСК, ТСЖ, ТСН с обязательным образованием юридического лица, регистрацией в налоговой инспекции, в управлении юстиции, все это должно произойти, тоже зарегистрировано быть, и в жилищной инспекции. Потому что без того, что управляющая компания, если она не зарегистрирована, как управляющая компания данного многоквартирного дома в жилищной инспекции, она не имеет права открывать специальный счет для данного дома. Только лишь управляющая компания может быть. Положительные моменты в данном случае, это когда люди сами сознательно принимают такое решение, они организовывают весь процесс по проведению капитального ремонта с помощью своих управляющих компаний. То есть они, будем говорить, не исключают, наоборот, это становится людям ближе. Управляющая компания идет полностью во взаимодействии, потому что управляющая компания проводит текущее содержание, они лучше знают свои многоквартирные дома, то те состояния, те текущие проблемы, которые возникают. К недостаткам этого специального счета я могу отнести лишь только одно, что при заключении договоров с кредитными организациями политику договорных отношений будет выстраивать управляющая компания. Во-первых, будем говорить, условия самого специального счета, они немножко будут значительно отличаться от спецсчетов доверенного регионального оператора. Это будет, на сегодняшний день, я говорю, что это процентная ставка на остаток суммы. Это будет связано с тем, потому что для управляющей компании, банки России РНКБ, которые допущены для открытия специальных счетов, свои предложения уже у них есть, тарифные ставки сформированы, поэтому пересматривать их, это как бы уже удел управляющих компаний во взаимодействии с кредитными организациями. Михаил Александрович, ну вот если пройтись непосредственно по нескольким категориям, допустим, взять новый дом и старый, то, естественно, новому будет выгоднее создать свой спецсчет. Логично? Конечно. А есть ли разница в случае количества квартир в этих домах? Ну, а хочу подчеркнуть, что многоквартирные дома, у которых ввод в эксплуатацию, ну, дом свежий, то лучше выбирать, конечно, спецсчет, и люди прекрасно будут понимать, что их деньги находятся в их ведении, они никуда не уходят, будут потрачены только на этот многоквартирный дом, поэтому проще для многоквартирных домов, которые введены в эксплуатацию на протяжении последних 10 лет, сформировать спецсчет. Но причем, хочу подчеркнуть, что при выборе данного способа взвешивайте экономическую составляющую. Если многоквартирный дом самодостаточный, под словом самодостаточный, я подразумеваю, когда годовой взнос, общесуммарная сумма годового взноса будет составлять не менее хотя бы 300-400 тысяч рублей, потому что, будем говорить, это будет достаточно хотя бы в течение 3-4 лет насобирать сумму для одного из видов капитального ремонта. На сегодня какой вот минимальный взнос определен? На 2016 год минимальный взнос у нас в республике определен 6 рублей 16 копеек. Вчера Минстрой России опубликовал стратегию развития до 2020 года. Среднестатистический минимальный взнос по Российской Федерации составляет 6 рублей 26 копеек. То есть немногим дороже. А если люди захотят, допустим, если это новый дом или такие сознательные жильцы, которые хотели бы в большей степени благоустроить, могут ли они повысить этот тариф? Могут, могут. И есть такие примеры, когда люди принимают уже при открытии специального счета повышенный свой тариф. Есть и 6,50, есть и 7,50 уже люди протокольно это все зафиксировали. Они как бы осознанно, действительно осознанно люди приняли для себя такое решение, потому что действительно есть проблемы в этих домах, и их нужно и необходимо решать. Но опуститься ниже минимума в 6,16 нельзя? Нет, нельзя. Это минимальный взнос. Больше может быть только лишь по решению собственников. Хорошо. Если люди определились создать специальный счет для того, чтобы затем за эти средства производить капитальный ремонт здания, а потом поняли, что невыгодно им этого, и хотят снова в общий котел, могут пересмотреть это решение? Любое решение это может обсуждаться только на общем собрании решений собственников. И в любой момент собственники могут поменять форму собственности, форму фонда капитального ремонта. Для этого им нужно принять на общем собрании такое решение, оповестить регионального оператора и ту банковскую структуру, в которой находится введение либо специальный счет многоквартирного дома. И этого будет достаточно. С того момента, когда они примут такое решение, приостанавливается действие предыдущего способа формирования фонда и вступает в действие уже новый способ формирования фонда. Немаловажно хочу подчеркнуть, что если многоквартирный дом примет решение выйти из общего котла после того момента, когда будет уже сформировано какой-то фонд капитального ремонта, будем говорить, процедура выхода из общекотлового на специальный счет, по предварительным данным, будет длиться до двух лет. С чем это связано? Связано это прежде всего с тем, что региональному оператору нужно будет саккумулировать те денежные средства, которые данный дом внес в общий котел, чтобы обратно перечислить их на специальный счет. То есть вернуть жителям те деньги, которые они уже внесли. Хорошо, но к сожалению у нас не все жильцы сознательны. И всегда в каждом доме есть тот человек или те люди, которые не платят. Вот в таком случае, если человек просто не платит, не хочу платить, не буду, я считаю, это им не нужно. Рычаги, так сказать, давление на него, методы борьбы. Давить на них никто не будет, потому что это незаконно. А проводить досудебные разбирательства и судебные тяжбы, да, мы обязательно все это будем проводить. Потому что беседу будем проводить, встречаться с этими людьми, уведомлять их в письменном виде о той задолженности, которая возникает, выставлять им пеню, штраф в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все это будет происходить. Если человек услышит наши слова до судебного решения, то все будет нормально. То есть все в судебном порядке. Михаил Алексеевич, ну кроме того, вот сейчас ставят срок до 31 мая определиться, но тем не менее у нас еще не все жильцы определились даже с выбором управляющих компаний. Кто же будет тогда обслуживать эти счета? Если вот они скажут, да хорошо, мы хотим вот спецсчет, кто их будет обслуживать, если у них даже управляющей компании нет? Опять же, это все лежит на плечах самих жителей. Прежде всего, это их право выбора управляющей компанией. Если они до сих пор не определились с управляющей компанией, муниципальная власть должна назначить им временную управляющую компанию и выставить их на аукцион. То есть здесь уже зависит непосредственно от действия муниципалитета. Ну, Михаил Алексеевич, в принципе, резюмируя всю нашу беседу, насколько вы считаете перспективным вот это направление, когда жильцы сами собирают деньги, сами ремонтируют свои дома, то есть это уже зависит непосредственно от создательности людей? Это самый перспективный путь реформирования ЖКХ, когда жители становятся активными участниками этого процесса, и у них возникает чувство ответственности за свой многоквартирный дом, и они воспитывают в себе чувство собственника. Не там безразличие, а именно чувство собственника, потому что это их общее имущество, они проживают рука об руку соседей, они должны друг другу помогать, взаимодействовать, организовывать и проводить капитальный ремонт. Я говорю, это самый перспективный способ. Михаил Алексеевич, ну, будем надеяться, что действительно этот способ покажет себя перспективным не только на словах, но и на практике. Желаю вам успехов в работе, спасибо за беседу. У нас на этом все, но мы не прощаемся, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова